так доброе утро вот такая семья к нам хороших людей с помощником принесли собачку как зовут беня одесское имя вот беня сломал ножку ну наверное сломала ему машина или же как-то по-другому поэтому наша сегодняшняя помощь в плоскости охранник в плоскости операции остеосинтез который будет на эту конечность который сейчас вот так вот свитает и шатается вот поэтому продолжение следует бени уже предоперационной комнате мы ему уже сделали седативный укольчик и он потихонечку будет входить состояние релаксации дальше мы движемся в операционную и продолжение нашей истории опять же как я всегда говорю следует поэтому присаживайтесь поудобнее и смотрите за историей бени операционная комната уже подготавливается и мы потихонечку движемся в сторону операционной пение уже входит состояние релакса ножки становятся тяжелыми голова становится тяжелая мы поставили внутривенный катетер сделали уже при подготовительные препараты бени потихонечку входит состояние наркоза для отчетности покажу место перелома перелом произошел вот в этом месте и конечность полностью сгибается перелом произошел более 15 дней назад и в этом тоже сложность также вторая сложность бени живет на стоянке на улице в холод и наша задача сделать операцию так чтобы максимально не выбривать конечность сделать внешний аппарат остеосинтеза который будет соединять отломки и удерживать место перелома почему потому что после операции он опять же поедет на улицу в то место где он раньше находился поэтому идем вперед и продолжение следует пение уже на операционном столе и наша история продолжается наша операция подошла к концу и я хотел бы вам показать какую конструкцию нам пришлось сделать вот такой внешний металло все синтез спицы проходят перпендикулярно через бедро через голень и фиксирует полностью все отломки если посмотреть мы видим четкий стабильный остеосинтез в дальнейшем будет снаружи специальная повязка и которая будет фиксировать еще и снаружи в течение некоторого времени будем обрабатывать благо наш пациент находится рядом с нашей клиникой хотя бы через день будет приходить будем делать уколчики обрабатывать и в дальнейшем думаю что будет все хорошо такой вот красавица все у нас получилось все нажбение выдержал сейчас будет просыпаться делаем капельницу и выведем с наркоза также в продолжение нашей сегодняшней истории к бене мы положили специальную повязку внутри находится специальная эластичная ткань также находится вата который смягчает все удары то есть если он будет ударять то ничего не произойдет и специальный эластичный бинт который завтра можно легко разбинтовать сделать обработку и снова забинтовать поэтому вот такая вот конструкция сегодня будет Сегодня у Бени будет, и Бени сегодня будет спать спокойно и легко, и болеть конечность уже не будет. Бени находится в послеоперационном боксе, и потихонечку здесь он будет просыпаться. В этом помещении, в этой клеточке он побудет сутки, а завтра мы отдадим его владельцам. Папа с мамой всех собак. Так наступило утро, за Бени приехали папа и мама. Папа и мама, которые были вчера, и они уже сегодня. Беня уже, Беня, ну скажи, как ты все это перенес? У нас по-прежнему нет света, но нас это никак не пугает. Вел себя хорошо, идем вперед, в сторону восстановления. Думаю, в течение нескольких недель все у Бени будет хорошо. Хорошо, умничка. Ну вот, такой вот красавчик. Поэтому есть добрые люди, добрые люди, которые собрали денежку на всей стоянке, со всех людей, которые проживают рядом с этой стоянкой, и сделали доброе дело. Сделали операцию, чтобы Бенечка был здоров, чтобы ножка была ровной, и он мог бегать, прыгать и скакать еще много-много лет. Поэтому на этом история наша заканчивается, а завтра начинается новая. Поэтому приятного просмотра вам завтра. Будьте здоровы и всех благ.